Сегодня уже более 40 объектов, которые находятся под охраной казаков. Детские сады, школы, техникумы, безопасность учебных объектов на контроле у двух групп охраны, которая организовала Анапское районное казачье общество в тесном сотрудничестве с администрацией города. Хочется отметить в лучшую сторону позицию главы города Сергея Павловича Сергеева, позицию начальника управления образования Натальи Васильевны Микитюк. Это люди, которые понимают все реалии, которые происходят. Они с пониманием относятся к позиции губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска. И, скажем так, всеми возможными средствами и путями они поддерживают. Они конструктивно с нами сотрудничают. Значит, они нам помогают, они оказывают всяческую поддержку. Но мы, соответственно, стараемся платить им той же монетой. Человек в форме всегда вызывает уважение. Евгений Бородецкий в охранных структурах работает уже более 10 лет. Но только вступив в казачью охранную организацию, понял разницу между обычным ЧОПом и работой в казачестве. Даже форма сразу вызывает уважение и почет. Сейчас он следит за порядком в средней школе номер 2. Разница, конечно, огромная. Во-первых, уже и родители, и ученики смотрят совсем по-другому. То есть ты уже как бы не просто охранник, ЧОПОЕЦ, как вы сказали, а именно представляешь казачество, кубанское казачье, казачье войско. И это налагает особый отпечаток и на нас. В Анапском колледже сферы услуг также несут службу казаки. Но если в школах и детских садах их работа заключается только в охране правопорядка, то в этом учебном заведении с появлением людей в погонах началась совместная работа. В этом учебном году, с 1 сентября, мы начали работать с казачеством в направлении охраны. И поняли, что эти люди и их возможности гораздо больше. И поэтому мы наладили еще такое направление, как военно-патриотическое воспитание. Помимо того, что человек в казачьей прекрасной форме находится на нашей территории, и это дисциплинирует, плюс к этому сама выправка, само отношение к тому, что происходит в окружающем, в мире, позволяет нашим детям получать навыки, ну даже не навыки, а идеалы такого мужчины в форме. И плюс, конечно, большая помощь в том, что наши и мальчики, и девочки на соревнованиях по физкультуре, на соревнованиях по военно-спортивной какой-то работе, они получают хорошую помощь, практическую помощь, не теоретическую, а именно практическую помощь от казачества, от людей. Новый вид деятельности требует серьезного подхода, решения организационных вопросов, подбора кадров и обучения казаков-охранников. Помимо знания своих непосредственных обязанностей, они в обязательном порядке будут изучать историю кубанского казачьего войска, обычаи, традиции, культуру. В перспективе на территории Краснодарского края планируется полностью отказаться от услуг частных охранных фирм и поручить охрану всех социальных объектов казакам. Работа в этом направлении только набирает обороты.